Я рада приветствовать вас всех сегодня на своей выставке. Очень рада, что морозы и суровая сибирская погода вас не остановили. В первую очередь хочу объяснить название выставки, потому что много не задают вопрос, почему мы трамарим. Как видите, сегодня я в синем, вся команда музыкантов тоже в синем. И я просто заметила, что в моей палитре раньше всего заканчиваются синие оттенки. И самое такое поэтичное название, наверное, было «Ультрамарин», потому что как-то слово «Инди» как выставки не подходит. Эти работы все созданы за последние три года. Здесь их 49, 50-е так по времени приехала из Москвы, где-то на подъезде к Тюменю. В принципе, я старалась показать сегодня те работы, которые еще не выставлялись в Тюмени никогда. Последняя выставка в Тюмени у меня была в 2016 году. И вот спустя практически уже три года, потому что сегодня 19-й год, я выставила здесь, в Драмтеатре. Я этому очень рада, безумно просто рада. Дальше эта выставка поедет, уже как сказала Надежда Викторовна, в музей архитектуры и дизайна Ургаха в Екатеринбург. И дальше уже по другим городам. Вообще, в целом, вся экспозиция, пожалуй, посвящена памятникам архитектуры, каким-то очень забытым местам. И я уже давала интервью сегодня и рассказывала, что обычно самые прекрасные виды открываются из самых ужасных мест. То есть иногда ты просто видишь красоту, находясь и сидя где-нибудь около, извиняюсь, мусорки. То есть представляете, в каких условиях работают художники, например, и как мы это все фильтруем, наверное, в голове и видим в этом прекрасно. Я бы очень хотела своими выставками показать людям те памятники архитектуры, которые они забыли. И я бы очень хотела, чтобы из моего города Ирвита сделали снова отреставрированным, прекрасным городом, о котором еще будут помнить много веков. Потому что город Ирвит раньше славился своими ярмарками, и сейчас он находится в очень неблагополучном состоянии. Я имею в виду именно архитектурным. Вот. И я... Давайте сразу вам представлю музыкантов. Сегодня для нас...